Друзья, приветствуем вас на портале обучения и саморазвития. И сегодня мы ответим на самый животрепещущий вопрос людей, желающих играть на гитаре. Это с чего начать? И как быстро научиться играть на гитаре, причем желательно не выходя из дома, а заодно, конечно же, вписавшись в самый минимальный студенческий бюджет. И как ни странно, но с нашим порталом обучения и саморазвития даже это становится реальным. Поэтому сегодня мы начинаем новый цикл видео о том, как быстро научиться играть на гитаре дома. Итак, для начала, наверное, логично предположить, что играть на гитаре можно научиться только при наличии самого инструмента. Это действительно очень важный момент, но здесь все не очень сложно. Где взять гитару начинающему? Инструмент, в данном случае гитару начинающему музыканту, можно либо купить, либо одолжить у других не сложившихся музыкантов, которых, к вашему счастью и одновременно их несчастью, в данное время очень много. Если вам больше нравится последний вариант с одалживанием гитары у друзей и знакомых, то тут все просто, что дали на том и играешь. Если же ваш выбор все-таки выпал на магазин, то тут можно потерять дар речи от количества и разнообразия разных гитар. В основном существуют классические, акустические и электрические гитары. Имеется в виду шестиструнные гитары. Ну, конечно, существуют еще и двенадцатиструнные, семиструнные инструменты, но об этом в следующий раз. О классификации и разновидности гитар подробнее мы расскажем в следующем видео, ведь сегодня для нас главное это научиться играть. Какая гитара подойдет для новичка? Вообще, быстро научиться играть можно на любой гитаре, но удобнее всего для новичка и самого начинающего, конечно, классическая гитара. Во-первых, из-за струн. На классику ставятся нейлоновые струны, а на двух других используется металл, что добавит вам еще больше неизгладимых впечатлений в виде болящих подушечек пальцев. От нейлона пальцы тоже будут болеть, но не так сильно. У металлических струн повышенное натяжение, и никогда не ставьте металлические струны на классику. От этого гитара со временем просто сломается. На гитарах с металлом как минимум есть металлический стержень в грифе и железные колки. Да и в любом случае с ростом вашего уровня вы купите себе новую гитару, более соответствующую вашим уже более профессиональным предпочтениям. А эта старая гитара, подходящая для новичка и позволившая вам научиться играть на гитаре, ваши первые аккорды останутся для поездок, пения у костра. И лежат негодования, выкините ее в костер и будете плясать на углях. Дорого ли стоит гитара для обучения? Теперь определимся с ценовым диапазоном. Вначале для обучения игре на гитаре нет никакого смысла покупать дорогую навороченную гитару. Достаточно самой дешевой классики. Благо есть огромное количество фирм, специализирующихся именно на ученических инструментах низкой ценовой категории. Необходимые аксессуары для начинающего гитариста. Заодно приобретите другие необходимые аксессуары для начинающего гитариста. Это может быть тюнер, если есть желание, либо можно скачать с интернета на компьютер, либо приложение на ваше мобильное устройство. Тюнер – волшебная штучка, помогающая людям настраивать гитару без особых напряжений слухового и умственного аппаратов, что как раз идеально подходит новичку, малопонимающему в настройке гитары. А гитара часто будет расстраиваться, и надо быть к этому готовыми, как пионеры. Или кто вам нравится. Новые гитары будут расстраиваться каждые 30 минут, а то и чаще, но со временем это пройдет. Можно приобрести подставку под левую ногу для правильной посадки, но об этом позже. С выбором вроде бы разобрались. Основы строения гитары для начинающих. Снаружи гитары сильно не различаются, поэтому рассмотрим строение классической гитары. На рисунке все замечательно видно, только еще на подставке располагается нижний порожек, а резонаторное отверстие в некоторых кругах называется розетка. Также гитарные струны нумеруются определенно от самой тонкой к самой толстой. Снизу вверх. Внутреннее строение гитары пока не принципиально, и мы рассмотрим его в отдельном видео. Правильная посадка гитариста. С тем, как играть и даже как сидеть, тоже все не так просто. Это нужно выучить еще перед тем, как научиться играть на гитарных струнах. Резонно предположить, конечно, какая разница, как ты сидишь. Главное, лупи по струнам, дари громче. Нет, на самом деле и так можно, но мой долг рассказать о ваш, либо принять, либо послать меня на все четыре стороны. И делать неправильно, но моей вины в этом уже не будет. Суть в том, что есть классическая посадка, которая приводит ваше тело в оптимальное положение, при котором мышцы не перенапрягаются при долгой игре. Вот она. Спина прямая, нога на возвышенности, вы сидите не облокачиваясь на две трети стула. Для выработки правильной постановки рук эта посадка оптимальна и не требует лишнего внимания. Но, в принципе, можно сидеть, просто положив гитару на правую ногу. Вернее сказать, правое бедро. Главное при такой посадке также ровно держать спину и правильную постановку рук. И будет все замечательно. Обозначение пальцев рук для игры на гитаре. Для удобства записи при обучении игре на гитаре есть определенное обозначение пальцев рук. Постарайтесь их запомнить. Также для удобства игры каждому пальцу правой руки соответствует своя струна, как показано на рисунке. P654I3M2A1. E в классическом варианте не используется, но некоторые произведения подразумевают использование. При игре только на одной струне правая рука играет попеременно пальцами I и M. Постановка рук для желающих научиться играть на гитаре. Для того, чтобы ваши пальцы не болели, вы действительно могли долго заниматься и научиться быстро играть на гитаре, а при развитии навыка вы могли увеличить скорость игры, существует правильная постановка рук. Постановка правой руки гитариста. Чтобы правильно положить правую руку, проведите воображаемую линию вертикально вверх от подставки до обечайки. На пересечении положите руку до локтя. Поставьте пальцы на струны, например, P6I3M2A1. Указательный и большой палец должны образовать крест, как показано на рисунке. Правильная постановка правой руки гитариста. Большой палец впереди всех остальных. Что же все-таки делает правая рука? То, как правая рука извлекает звук, называется ритмическим рисунком правой руки. Я буду поочередно записывать, какие струны дергать. Для начала возьмем два простейших рисунка. Рисунок первый. Бас 3-2-1-2-3. Посмотрите, как это должно выглядеть и звучать на видео. Номер два. Бас 3-2-1. Струны дергаются одновременно. При игре басы играются попеременно. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Постановка левой руки гитариста. Когда вы только начнете зажимать струны левой рукой, у вас начнут болеть подушечки пальцев. Это нормально. Со временем боль пройдет, когда у вас на пальцах огрубеет кожа. И, как говорил один мой знакомый гитарист, стимуляция подушечек пальцев способствует развитию головного мозга. Не знаю, правда или нет, но приятно думать, что ты еще и умнеешь. При постановке левой руки большой палец на середине грифа по ширине. Рука округлая, как будто у вас в ней маленький мячик. Пальцы становятся как можно ближе к ладовым порожкам, но не плашмя, а как иголочки. Упражнение для быстрого обучения игры на гитаре. Для отработки прижимной силы и правильности постановки рук при обучении игры на гитаре выполняем упражнение гусеница. Описывать не буду, все видно на видео. Если возникнут вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях. Важный момент. По моему опыту, на начальном этапе нужно очень немного времени, всего 20 минут, но есть важная фишка. Главное это делать каждый день. И тут на меня начнут орать, да где я найду столько времени, да еще каждый день. Вот только давайте честно, у любого человека найдется 20 минут в день, а ведь некоторые даже на еду больше тратят. А сколько мы тратим на блага нашего прекрасного информационного века? Поэтому я думаю, что 20 минут все-таки найдется. И желательно избегать таких вещей, как я сегодня час посижу, а завтра и послезавтра отдыхаю. При таком виде вы потеряете все полезное и запомненное за два дня отдыха. Дело в том, что это обычная мышечная память, как у боксеров, танцоров, борцов. Ее нужно тренировать постоянно. Но это трудно только поначалу. Так что запаслись с терпением, рвением и пошли дальше. Запись гитарных аккордов для начинающих. Я думаю, все немного слышали об аккордах. Аккорд — сочетание нескольких звуков, образующих приятное созвучие. Без гитарных аккордов вы не сможете быстро научиться играть на гитаре. Поэтому рассмотрим графический способ записи аккордов для начинающих. Аккорды пишутся на таблицах, в которых обычно шесть горизонтальных линий, обозначающих струны, и от трех и более вертикальных линий, обозначающих ладовые порожки. Струны нумеруются сверху вниз. Разберем на примере аккорда ЕМ. Точки ставятся там, где мы зажимаем струны. Над первым столбцом пишется номер лада, от которого ставим аккорд. Номер лада пишется римскими цифрами. Как вы видите, струны не нумеруются. Ну а в качестве примера самая легкая песня на два аккорда для начинающих гитаристов. Кстати, маленькое замечание в текстах песен с аккордами. Аккорды пишутся над теми местами, где осуществляется переход с одного аккорда на другой. Ну а теперь видео с обещанной песенкой. Сергей Матуенко кричал. Эту песенку, друзья, разучить несложно. Под гитару можно петь, без гитары можно. Даже если вам медведь наступил на ухо, Эту песню можно петь, не имея слуха. Ля-ля-ля-ля-ля. 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 Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Итак, вот пример самой легкой песни на два аккорда для начинающих. Это все только первый куплет песни. Захотите сыграть ее всю, попробуйте сами. Это и будет вашим домашним заданием, о выполнении которого я также прошу отписаться в комментариях. Ну а на этом мы заканчиваем наш первый урок об основах того, как можно быстро научиться играть на гитаре в домашних условиях. Если возникли вопросы, пишите в комментариях и ждем вас в следующем видео или статье на сайте, из которого вы узнаете, как правильно выбирать акустическую гитару для обучения. Ну а пока всего вам хорошего и успехов в обучении игре на гитаре. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт – портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok